Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Восстановительные работы после сильного ливня идут на набережной и центральном пляже. На курорте продолжается борьба с самостроями. А сейчас обо всем подробнее. Последствия субботней стихии продолжают устранять в Анапе. На центральном пляже работы ведет муниципальное предприятие объединения курортных услуг. К восстановлению разрушенных участков на набережной по просьбе главы курорта Сергея Сергеева подключились предприниматели. Ливневый паводок, сошедший по улице Гребенской во время стихии 18 октября, затопил набережную. Мощным потоком выворачивала плитку, а дорогу к морю вода проложила, размыв песок на центральном пляже и образовав ров. Чтобы привести здесь все в порядок, потребуется немало усилий. Но выполнить эту работу глава Анапы поручил в кратчайшие сроки. Сотрудники МУПАКу взялись за восстановление пляжа. Ну, после ливневых дождей, вы видели, как промыло, ров сделало, целая речка идет, поэтому ее надо засыпать. Производим засыпку песком. Вот сейчас только что уехала восьмая машина, это уже 160 кубов, но кубов 400 сюда надо будет завести, чтобы засыпать, потом и трамбуется, и делать площадку. У Гребенских ворот тоже трудится небольшая ремонтная бригада. Воды было так много и неслась она с такой скоростью, что плитку у входа на пляж размыло по всей набережной. Восстановить покрытие взялись собственники соседних кафе. Дорожные работы идут на улице Краснодарской. После воскресного обследования территории курорта Сергей Сергеев обратил внимание на яму у стадиона и центрального парка. Предприниматели замечания мэра услышали и взялись за ремонт. Устранить следы разгула стихии необходимо как можно быстрее, пока погода благоприятствует. Уже в предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, нас ждут осадки и похолодания. Произошедшим уже 18 октября власти дали предварительную оценку на заседании КЧС. Был введен 18 числа режим чрезвычайной ситуации. Ввиду, можно назвать, не подтопления, а наводнения, которое произошло у нас. Ну, коротко скажу то, что изучил, причина. Ну, во-первых, там, где у нас основная масса воды пришла к морю, когда-то была река. Ну, рекой ее нельзя назвать, а речка. Это раз. Мы ее добросовестно, наши предки, похоронили в земле. Второе. В районе, там, где сейчас построена Красная площадь, строится микрорайон Горгипия. Было так называемое Сухое озеро. Ниже отметок города, которая, влагу, которая приходила туда, в том числе и сверх нормы, не в таких количествах, в меньших, но удерживала от того, чтобы она приходила в город. И третье. Это нарушение нашей естественной защиты, песчаной дюн. Это основные причины. На мой взгляд, дороги проезжей части не справлялись со спуском воды. И кое-где вода поднималась за 70-60 сантиметров, какая там ливневка справится. Вот. Но я хочу всех поблагодарить за ту работу, которую выполнили. Работу провели большую. Нам удалось, первое, предупредить людей. Второе, избежать человеческих жертв. Это самое главное, чего мы достигли. Сейчас в Анапе работают комиссии по оценке нанесенного стихией ущерба. Борьба с самостроями на курорте продолжается. Недобросовестные застройщики возводят строение, не оформив разрешительные документы, и через суд пытаются признать право собственности на объект. Строительство одного из таких самостроев приостановлено на бульваре Евскино. В районе новых многоквартирных жилых домов рядом с детским садом возведен самострой. Началась стройка в январе 2014 года. Администрация подала исковое заявление в суд о демонтаже объекта. На бульваре Евскино-18 по документам разрешено строительство двухэтажного магазина. Фактически возведено уже четыре этажа. Практика сносов капитальных строений у специалистов управления муниципального контроля есть. А такой опасный объект вблизи детского сада, который не соответствует разрешительным документам и неизвестно по каким стандартам возведен, вызывает немало вопросов и опасений. Это все надо сносить или в крайнем случае отдать бездомным, пусть пользуются. Ну вообще снести, потому что в Анапе уже скоро ходить негде будет. Сами видите, что делается. Он у нас стоит. Чье оно стоит, никто не знает. Но он уже сколько лет стоит? С судом и с носом. Конечно, самострою. Ну что это такое? Ну, во-первых, мы не знаем, кто строит, как строит, какое качество постройки. Они же сдадут и бросят, и все. А остальное уже на совести. Я не знаю, на чьей совести. Прошли еще два заседания суда, и в августе этого года было признано право собственности на объект. Во время судебных разбирательств активную стройку застройщик не вел. Несмотря на мониторинг специалистов управления муниципального контроля, строители пытались проводить внутренние работы в здании. Это плохо. Мы забираем, ну, самострой забирает и государство, и их землю. А это, по сути, воровство. Самострой чаще строится без каких-либо норм. Они могут обрушиться. Но это, конечно, приведет к каким-то последствиям. Лицензии никакой нет. Какой может быть разговор о качестве вообще? Это, ну, лепят как могут, и все. Это от народа ничего не зависит, конечно. Если есть, администрация должна это прекратить, конечно. Специалисты управления муниципального контроля выявляют самовольное строение, готовят пакеты документов и передают материалы в суд. Санитарное состояние маршруток проверили на днях. В связи с жалобами анапчан на внешний вид и состояние салонов городского общественного транспорта. По поручению главы Анапы специалисты отдела по транспорту и связи по каждому обращению жителей курорта выезжают на указанные маршруты. В одном из таких рейдов участвовала и наша съемочная группа. Безопасность должна быть комфортной. Глава Анапы Сергей Сергеев поручил контролирующим службам усилить работу по выявлению нарушителей в сфере пассажирских перевозок, особенно обращая внимание на проблемы, о которых говорят анапчане. Поэтому к санитарному состоянию автобусов повышенное внимание. Жительница станицы Гастагаевска Тамара Бульбова постоянно пользуется 132 маршрутом, который следует из города в станицу через дачи. Мы ездим 132 между дачами и городом, Гастагаевское направление. У них всегда прекрасно, чистенько, аккуратно такие обходительные эти водители. Начальник управления по транспорту и связи Юрий Кудрявцев лично проверяет маршрутки. В автобусе чисто, нет мусора. Нарушений не выявили. Проверка санитарного состояния общественного транспорта продолжилась на остановочном пункте на Пяточке напротив Южного рынка. По правилам пассажирских перевозок транспортное предприятие обязано выпускать на маршрут чистые автобусы. После каждого круга водители должны проводить влажную уборку в салоне, чтобы перевозить пассажиров в комфортных условиях. Еженедельно собираем руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, для освещения вопросов, накопившихся за неделю и для принятия оперативных мер по решению данных проблем. Выход на маршрут автобусов тоже под контролем. Грязный транспорт к работе не допускают, водителям делают замечания. У большинства жителей Анапы к санитарному состоянию маршруток претензий нет. Так особо нет, конечно, наглядало, чтобы сказать, вот очень грязно, что невозможно сесть в эту маршрутку, честно, нет, не было такого. Все очень чисто, власти следят за нашим автотранспортом, ну это достойно, достойно уважения. В целом, это хороший результат, да. Меня устраивает все, я не так часто езжу, ну нормально, сильно грязно не бывает. К выявленным водителям-нарушителям применяют меры административного воздействия. Специалисты отдела по транспорту и связи будут продолжать контрольные проверки санитарного состояния маршрутных автобусов. Антинаркотическую кампанию провели байкеры в среде молодежи. Встреча представителей мото-клуба прошла в сельскохозяйственном техникуме. Наталья Измызгова продолжит. Блестящая на солнце стальбайка привлекла студентов. Железный конь не случайно оказался во дворе учебного заведения. Мотоклуб «Блэксмитам Сианапа» совместно с наркоконтролем и Управлением по делам молодежи организовали антинаркотическую беседу. В неформальной обстановке прямо во дворе зашел разговор о вреде синтетических наркотиков и спайсов. Спайс сейчас одна из самых, наверное, больших наркотических проблем, потому что привыкание мгновенное возникает, очень быстро выводится из организма, определить практически невозможно, и уже есть смертные случаи. Спайс – это 7-8 химических соединений, более 700 видов смертоносной смеси. Причем смерть от употребления может наступить в течение нескольких часов. По данным Федеральной службы наркоконтроля, в России от наркотиков ежегодно умирает до 100 тысяч человек. Скончалось от разного употребления несовершеннолетние вармавит. От разного употребления. Излечиться практически невозможно. Наркоторговцы находят все новые современные каналы сбыта. Молодым людям нужно быть бдительными и знать, как избежать уловок. Отделом наркоконтроля по городу АНАПА проводились оперативно-разовственные мероприятия по фактам реализации синтетических наркотиков, в результате чего задокументирована преступная деятельность группы лиц в составе 7 человек, которые занимались распространением синтетических наркотиков через сеть интернет путем закладок. В настоящее время задержаны пятеро, двое личностей, которых установлено, находятся в федеральном розыске. Особая категория риска – ничем не увлеченная молодежь. В жизни много других удовольствий, менее опасных для жизни и более приятных для организма. Мотоциклы, велосипеды. Занимайтесь спортом, занимайтесь танцами лучше. Имейте увлечения светлые, позитивные, активные. И жизнь ваша будет яркой, красивой, насыщенной, не короткой и тусклой. Организаторы акции посоветовали ребятам увлечь себя чем-то полезным и отказаться от опасных соблазнов, чтобы будущее для них обязательно наступило. Напоминаем, 30 октября в эфире нашего телеканала глава города-курорта Сергей Сергеев ответит на вопросы анапчан в прямом эфире. Начало в 18.30. Предварительно вопрос можно задать по телефону 5-86-57 и прислав письмо на электронную почту. И еще небольшая информация. 25 октября в Анапском центре медицинской профилактики в Алексеевке пройдет общегородской День здоровья. На бесплатную консультацию и скрининг-обследование приглашают всех желающих. Прием будут вести терапевты, неврологи, эндокринологи, лорка, радиолог, офтальмолог, педиатр, медицинский психолог и социальный педагог. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. День здоровья пройдет с 9 до 14 часов по адресу Анапа, Родниковая, 4Б, Центр медицинской профилактики. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг, 23 октября, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 19,21, ночью 13 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА